Давайте проясним. Это видео не про анти-тренды в кроссовках, потому что нет никакого единого тренда. Мы живем в такое время, что каждый день ты можешь одеваться по-разному. В понедельник ты типичный школьник на осирисах, во вторник ты такой олдмани, в среду ты лондонский скамер, а в четверг оффник. Что выберешь для пятницы? Горбкор или гопстоп? Это совершенно не важно. Сейчас модно все. О чем же это видео? Мой топ худших состоит из Объективно плохих кроссовок или технологий, ужасного бренда, который стыдно носить, худших кроссовок из далекого прошлого School Story и, наконец, худшие кроссовки, по моему личному мнению. Вот такой формат я придумал, надеюсь, вам зайдет. А где же покупать крутые кроссовки-одежду? С нынешними ценами только за рубежом. Поможет в этом сервис Poison Group, который занимается выкупом и доставкой с платформы Poison. Сервису почти год, работает прозрачно через ЭП, заказ можно сделать в ВК, просто написав в личку. Там же можно посмотреть отзывы, почитать новости индустрии и узнать о грядущих релизах. Также у Poison Group есть телеграм-канал с инфой о новых кроссовках. Но самое крутое, что там проводятся розыгрыши. Ссылка на Poison Group где? Да в описании же она. Приз за худшие кроссовки с худшей технологией забирают Nike за самый наглый прогрев своих фанатов. А именно Nike Air Force One Fresh. Эти кроссовки должны были решить главную проблему форсов, а именно заломы. Также их якобы легче чистить и они более дышащие. Я целое видео посвятил своим обычным и необычным форсам и их ужасным материалам. Разрезал, поджег, объяснил почему появляются заломы и почему форсы почти каждый год становятся первыми по продажам среди всех кроссовок. Видео ищите в подсказке. Модель Fresh отличается от обычных форсов по материалам. Чуть-чуть по дизайну и, конечно, по цене. Они дороже, потому что форсов в Америке есть репутация. Форсы всегда должны быть свежими и чистыми, а то на блоке тебя застыдит твой гэнь-гэнь-гэнь-гэнь. Так что за технологии Fresh придется переплатить. Внезапно они оказались хуже обычной версии. Во-первых, в них стало меньше кожи. Цена выше, кожи меньше. Все логично. Во-вторых, та кожа, которая не должна ломаться, это все та же дешевка, покрытая слоем пластика, но немного мягче. Они не стали более дышащими, потому что внутреннюю отделку и стельку сделали из фейковой кожи, которая дышит хуже, чем ткань. Но самое главное, готовы? Кроссовки, которые создавались, чтобы дольше быть свежими, заламываются даже сильнее, чем стандартные Air Force One. Что делает модель Fresh худшими кроссовками этой недели? Худшим брендом этой недели, а также всех времен и народов, официально признается Скетчерс. Поздравляю! Все благодаря бизнес-стратегии бренда. Скетчерс создает легальную паль, то есть копирует чужие кроссовки не один в один, а всего на 99%. У Скетчерс есть свои Yeezy Boost, Air Max 270, Vapor Max, Vans, New Balance и в общем любые популярные кроссовки только уродливее. Неплохой рекламный слоган. Предвижу ваш вопрос, почему же их не засудят? Иски против Скетчерс подаются регулярно, но американское право в отношении патентов слишком запутанное, поэтому все суды заканчиваются урегулированием сторон. При том, что некоторые из Скетчерс это действительно удобная спортивная обувь, репутация бренда хуже некуда, именно из-за бесконечного воровства дизайнов. Однако это не мешает Скетчерс ставить рекорды продаж и быть вторым самым популярным обувным брендом в США. Я провел ресерч и оказалось, что стратегия Скетчерс это копировать дизайн популярных кроссовок, делать их суперудобными и продавать дешевле оригинала. Это мы с вами тут эстеты, размышляющие, что круче, Nike Jacques Mills или Samba Sport & Rich. А большинству людей вообще на это насрать. Они видят два одинаковых кроссовка, но один из них дешевле. Для них нет никакой моды, только уровень инфляции и финансовая грамотность. Ну или просто жадность. Выводы делайте сами. Когда я составлял топ лучших кроссовок прямо сейчас, вы спрашивали, а где же Adidas? А вот он в нашем разделе худшие кроссовки из далекого прошлого School Story. Коби Брайант, один из величайших баскетболистов в истории, попав в NBA, получил контракт с Adidas. Вместо того, чтобы сделать именные кроссовки с Коби, Adiki использовали его популярность для рекламы новых технологий. Одной из них была Fit Your Wear. Смысл в том, что кроссовки повторяли строение стопы человека, что снижало травматичность. Коби успешно играл в этих кроссовках, и Adidas решили, что настала пора для именных. Вышли KB1, 2 и 3. Пока у Adidas не закончилась лицензия на технологию Fit Your Wear. Тогда вышли первые Коби, вдохновленные Audi TT, любимой машиной Брайанта. Новый год, новые кроссовки. Выходит Коби 2. Всемирно признанные самыми уродливыми кроссовками всех времен. Они настолько не понравились Коби Брайанту, что, во-первых, он не стал их носить во время сезона, а во-вторых, он заплатил 8 миллионов долларов, чтобы разорвать контракт с Adidas. Пришло время субъективных размышлений о худших кроссовках, которые можно купить сейчас. И это New Balance 530. Они удобные, легкие и дешевые. Какие могут быть причины не покупать их? Я насчитал целых три. Во-первых, это New Balance начального уровня. Все равно, что купить кроссы в Ашане. Очень слабый флекс. Во-вторых, они стали слишком популярными, из-за чего в один момент всех начнет от них тошнить. Это закономерность. Помните, какими популярными были Easy Boost 350? Сейчас это главный антитренд. С 530-лями случится то же самое. Их будут стебать, как бежевый тренч и тренч для встреч. Из чего вытекает третья причина. Эти кроссовки характеризуют ваш стиль как максимально поверхностный. В нем нет индивидуальности. Конечно, все, что я перечислил, имеет хоть какой-то смысл, только если вы реально следите за стилем, и ваша одежда действительно является средством самовыражения. Поспорить со мной можно в комментариях или в нашем токсичном комьюнити в Телеграм, где я делюсь реально крутыми релизами кроссовок и одежды. Пишите, какие кроссы вы считаете худшими прямо сейчас, и я включу их в следующее видео. И вот этот выпуск, посмотрите, он очень интересный. Ну что, пока, мой милый друг. Субтитры сделал DimaTorzok